Директор Республиканского дома-интернат Ласка Арина Самаева демонстрирует Тамерлану Агузарову методику для развития детской моторики. В Рио главы Северной Осетии сегодня посетил соцучреждение республики. Первым делом он отправился в одно из отделений интерната «Дом солнца». Своих малышей родители здесь могут оставлять на весь день. С ними занимаются опытные педагоги. Всего в Ласке 106 ребят. 16 из них ходят сюда, как в детский сад. Что ты рисуешь сейчас? Что это у нас? Это птички, да? Каждому ребенку особый подход. Диагноз у всех разный. В «Доме солнца» есть все условия. Кроме оздоровительных процедур и обучающих программ, детки учатся писать, читать. Многие владеют компьютером. Хоть и считается, что ребята с аутизмом и синдромом Дауна не обучаемы. Есть у нас компьютерные классы, и мы бы хотели, вообще можно показать, чтобы один ребенок. Нам часто говорили, что эти дети не обучаемы, и компьютером они не могут владеть. Я просто хочу показать, насколько наши дети могут владеть нашими программами. Можете? Да? Давайте. Давай, заводим. Это надо фигурой. Давай, игрушка. Все правильно. Отлично. Обе игрушки на месте. На территории дома-интерната «Ласка» есть своя маленькая ферма. Кролики, свиньи, куры и даже коровы. За этим небольшим хозяйством смотрят сами ребята. Молоко здесь давно не покупают. Каждый день одна корова дает около 10 литров. Для дойки даже купили специальный аппарат. Воспитанники-интерната для Тамерлана Гузарова подготовили целую концертную программу. Дом-интернат «Ласка» развивается как может, но проблемы за кулисами оставлять не стали. Рассказали главе и о трудностях. В капитальном ремонте нуждаются два корпуса. Было бы неплохо привести в порядок и прачечную, говорит директор «Ласки» Арина Самаева. Еще часть земель, где пасутся коровы, хотят отдать под кладбище. Тамерлана Гузаров пообещал в этой ситуации разобраться. Также в Рио главы хочет узаконить ферму, чтобы интернат мог продавать молоко и мясо, а вырученные деньги тратить на собственные нужды. В благодарность Тамерлана Гузарову подарили икону, вышитую руками детей. Вот ангел-хранитель, мы его дарим вам от нас, от детей детского дома и от коллектива. Пусть он вас охраняет. Ваши дороги. Я же говорю, большое человеческое спасибо всему коллективу. Начиная от рядового человека, который стоит на охране вашего здания и заканчивая вашим руководителем, эти люди действительно достойны очень многого. Очень многого, потому что то, что они делают, мало кто делает в этой жизни. После двух часов, проведенных с детьми, Тамерлана Гузаров отправляется в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота». Пожилые люди не жалуются. Здесь за ними хорошо присматривают. Всего здесь живут 60 человек. Еще 115 стоят на очереди. Принять их пока невозможно. Нужно отремонтировать корпус на 76 мест и пристроить здание на 100 человек. К 2018 году необходимо полностью избавиться от очереди. Все, что мы можем, я вам обещаю, как руководитель республики, все, что мы можем, мы будем делать совместно с министерством, с другими ведомствами. Но без внимания руководству республики вы не останетесь. Это я вам точно обещаю. Спасибо, Иниски. В конце встречи Тамерлана Гузаров одним телефонным звонком исполнил просьбу директора «Заботы» Ирины Закаевой. Интернату нужен автобус с подъемником для колясочников. Уже завтра транспорт будет в полном распоряжении интерната.